Здравствуйте. Вот как вы думаете, какое можно слово подобрать в рифму к слову цивилизация? Организация, да, что еще вот? Специализация. Специализация. Канализация. Канализация. Вот о чем идет речь, значит, в нашей передаче о канализации и вообще всякой сантехнике. Вот об этом вот. Долгое время серьезную науку не занимали такие вопросы, низменные вопросы, как туалет и ванна. Хотя, пожалуй, по организации канализации, канализационных систем, систем водосборников и уничтожения отходов можно много судить о развитии цивилизации, о развитии моральных и нравственных ценностей среди рода человеческого и ценностей медицинских и генических. Вообще, первые древние китайцы и египтяне, они добывали грунтовые воды и выкапывали колодцы в Египте и Малой Азии. Они научились проводить воды от источников на дальние расстояния, используя достаточно совершенную систему определенных труб и таких мостов, на которых лежали трубы. Это вот яркий акведук. Он в Провансе, в провинции Прованс. Это римская конструкция. Это еще водопровод, сработанный еще рабами Рима. И, кстати, похожий акведук, ну, пахнет не такой, конечно, эффектный. Можно поглядеть у нас в Москве. Это вот акведук, это с Мэтищинского водовода. Вот из Мэтищ когда-то вода поступала в Москву по такому акведуку. Это недалеко от ВДНХ, вот вдоль Ярославского шоссе ехать, из Москвы, с правой стороны его видно. Ну, он сейчас не используется как водопроводный, по-моему. Вообще вот эти акведуки замечательные совершенно сооружения. Если разобраться в их разрезе, мне кажется, за ними в известном смысле будущее. Потому что сама по себе конструкция весьма архитектурна. Представляете себе такой вот акведук, мосты такие пересекающие, ну, местности пересекающими город, да? Ну, смотрится очень хорошо. А на самом деле, вот внутри того, что стоит сверху, это как вот такой, так сказать, канал, в котором проложены, так сказать, трубы. Трубы свинцовые тогда у древних, значит, римлян были. У них были две проблемы. Свинцовые трубы и, кстати говоря, просто не просто не, а скатерти настольные, которые делались из асбеста. Очень, говорит, удобные вещи были, эти асбестовые скатерти, говорит, вот, так сказать, поели, с них не надо не стирать ничего, бросают в огонь, огонь выжигает. Асбест ведь не горит, да? И вот современные гигиенисты утверждают, что имеют такое подозрение, что римская цивилизация погибла в том числе из-за употребления воды, прошедшей по свинцовым трубам, и употребления пищи вот с столов, покрытых асбестовым волокном, да? Вот такое вот предположение, на самом деле. Мне кажется, самый знаменитый, пожалуй, водопровод, это Апиа-Клаудия, появился в 313 году до нашей эры. Позднее возводили еще несколько водопроводов, которые питали и пруды. И вообще, пожалуй, система водопроводов, она очень важна, потому что, например, ирригационные системы, которые строились в Месопотамии и в долинах Нила тоже, они, конечно, сыграли очень большую роль для формирования государства, то есть канализация стала основой, в принципе, водопровод стала основой государственности. А в Венеции, где пласт воды находится под лагуны, то есть дно лагуны есть, колодцы еще в начале XIX века, они служили скорее резервуарами для сбора дождевых вод. Так же, как и в Древней Греции, ставились огромные цистерны, где собирали воду. Но до сих пор во многих таких деревеньках, которые достаточно удалены от реки, от рек, от воды, ставят такие большие цистерны, которые от этих огромных цистерн идут трубы в дом. И эти цистерны пользуются, ну, несколько там недель, допустим. Потом снова едут на реку и запасаются водой вот эти цистерны. И вот, кстати говоря, традиционная планировка античного жилища, это, значит, внутренний дворик, окруженный крышей скаты, которые направлены внутрь двора, значит, для сбора дождевой воды, а в центре внутреннего дворика, значит, бассейн для сбора воды дождевой. Ну вот, всегда, чтобы был под рукой резерв воды, да. Но это по обчасти водопровода, мы, конечно, здорово очень, значит, вот нам нравится слово канализация, это, конечно, существенно расширяет возможности расходования водопроводной воды, канализация, конечно. Да, ну, в принципе, да. Вообще, отфильтрованную воду или, ну, как бы, снеговую, вообще, только состоятельные европейцы могли себе позволить. Все остальные же люди, они довольствовались сточными водами, водами достаточно грязными, ну, не отфильтрованными из реки и каналов, они потом страдали от серьезных инфекционных заболеваний, потому что зачастую в эти же воды и каналы они выливали и вот эти все неприятные грязные посуды, нечистоты. То есть там совместили, вот, вот, все очень, значит, совместили водопровод с канализацией, да? Да, первооткрывателями средств очищения воды посредством кипячения были, как, видимо, китайцы, потому что китайцы не употребляли напитков в холодном виде, как вот сейчас нам навязывается жителями стран, где очень жарко. То есть, например, для меня это холодный кофе со льдом или чай со льдом такой же нонсенс, ну, не знаю, как, например, ледяной бульон или макароны со льдом. Вот, примерно для меня это такой же нонсенс, как эти вот предметы, а люди едят и пьют, ну, вот, это такие вот вещи. Нет, но, тем не менее, там вполне гигиенично то, что нам навязывают западные страны, где жаркий климат. Ну, да. У них такая вот идея вот охлаждаться с помощью ледяных напитков, да? А у нас более по-азиатски. Мы, значит, выпили горячего чая, вспотели, с поверхности кожи испаряется, значит, влага охлаждает нас. То есть, мы вот живем, как в Средней Азии почти. Это у нас такие вот стиль, оттуда, наверное, пришедший, охлаждаться вот таким вот способом. Париж 17 века снабжал акведук Сен-Пре-Жерве и водопровод Бельвиль. А при Марии Миничьи возвели уже один из новых акведуков, и которые подавали воду в основном в Люксембургский дворец. Вообще, поднимали воду посредством колес из рек, которые потом вот пускали иногда по небольшим канальцам. И вообще в России вода очень отличалась качеством. Ну, в деревне понятно, там рыли колодцы. А вот в Москве вода очень, в Москве реки сильно была испорчена производителями кожевенных фабрик, которые скидывали в реку все, что... Сбрасывали. Да, сбрасывали все, что угодно. И... Никита Кожемяка легендарный, киевский житель, кстати говоря, он, значит, в Днепре вымачивал свои вот эти вот кожи, шкуры. Вот как раз он в Днепре мочил, этим он занимался. За этим занятием, по-моему, как однажды его и застал, так сказать, дракон-то, да? Да. И он дракон-то схватил. Однако вот это, конечно, было очень неприятно для Москвы. И в конце концов оказалось, что стоит переделать водопровод. Во-первых, ну, запрет вот такого кожевенного вымачивания в водах. И, во-вторых, это, конечно, водопровод был попытки сделать в Москве. Фонтаны, водовозы, которые доставляли вот... Ну, это во времена как раз Екатерины Великой было, когда, значит, чума была в Москве. Кстати, вот на этой картинке, сейчас мы про чуму еще расскажем, очень интересная конструкция водоподъемного колеса. Видите, там такая спираль есть. Это что-то типа винта Архимеда, наверное, так называется. Вот по нему поднимается... Ну, не типа винта Архимеда, это точно. Вот по нему, значит, поднимается вода наверх. Вот там, значит, демонстрируется, льется вода. Вот так вот, чума была в Москве. Это, по-моему, 1770 какой-то год. На эту чуму Екатерина бросила одного из своих фаворитов Орловых. Значит, он чуму привел к порядку. Но он как мог тут, значит, боролся с чумой, всякие гигиенические мероприятия. И вот, в частности, вот одно совершенно такое ошеломляющее гигиеническое мероприятие, сейчас я вам о нем расскажу, которое он, значит, предпринял. Оказывается, в Москве была проблема. Это вот... Я не помню, как это место называлось традиционно в Москве, к сожалению. Это вот театр Российской армии теперь называется. Я привык говорить театр Советской армии. Вот. Так вот, значит, такие вот рядом с ним склон такой шел раньше, по крайней мере, сейчас идет. Вот на этом склоне было принято у московских жителей до вот этого вот нововведения, что сделал Орлов, складывать покойников открыто. Открыто сложены были покойники, умершие они своей смертью. Вот их так вот не хороня, укладывали на землю. Раз в год их навещали, ходили вот так. Вот такая традиция, честно говоря, какая-то вот, ну... Диковатая. Да, диковатая, шокирующая, как говорится. И вот он-то как раз такого рода вот способ раскладывания покойников на поверхность он и запретил. Да, вот он ликвидировал вот этот вот склад покойников, вот открытый склад покойников, ликвидировал как раз граф Орлов, между прочим. Вот такое было мероприятие. Вы знаете, я однажды читал газету «Коломенский рабочий» за 1936 год. Вот так что-то просматривал, что-то мне там было нужно. И вот через эту газету красной нитью, как говорится, через всю эту подшивку, проходили две темы. Одна тема была такая – обезболивание родов. Вот такая вот тема была, вот из номера в номер, так регулярно. А другая тема была, называлась она так – призывали население собирать ночное золото. Ну, понимаете, о чём идёт речь, что ночью человек производит ночное золото, так сказать, фекалий. Говорят, что это очень хорошее удобрение, что это всё замечательно, вообще хорошая вещь. Ну, думаю, что тут такая проблема, что ли, с удобрением, что ли была в 30-е годы, не знаю. И вот, наконец, я попадаю там не на официальную статью, а на некий такой вот, ну, как это называется, сигнал с места. Оказывается, в одном из домов, такой, значит, нормальный домик, я даже как где-то помню, трёхэтажный или четырёхэтажный, вот этот не помню дом, на улице Цементников называется, улица такая Цементников. Там у них удобства на улице были в ту пору, значит, в 36-м году. И вот очень убедительно, значит, призывали, значит, обитателей этого дома ночью не ходить, значит, по большой нужде на чердак. Да, вот, значит, а ходить всё-таки туда, потому что это вот ночное золото, оно поможет увеличить производство продуктов питания в нашей советской стране. Ну, вот я себе представляю, значит, 41-й год, немцы, как положено, в кино с закатными рукавами поднимаются на чердак искать партизана. Партизана она, а там бац, ну, как говорят, русские, кто там, русские свиньи, да? Очень даже как-то нормальная была такая реакция на это дело. Вот такие вот чудовищные вещи ещё происходили, оказывается, вот как надо было воспитывать наше общество ещё в 50-е годы. Ну, вот вы так ругаетесь про наше невоспитанное общество, но, однако, вы говорите о канализации, но водопровод у нас в России был гораздо лучше. Вот в 17 веке, во-первых, в многих европейских домах появились колодцы, которые на кухне были где-то внизу. То есть, либо ты там вот просто открываешь крышку и зачерпываешь воду, либо там стоит такой как бы вертлюг, которым можно воду поднимать. Насосы ещё стали появляться тогда вот. В использовании один из таких насосов Великий Терричелли открыл, например, атмосферное давление. Оказывается, насос обычный водяной не может воду поднимать больше какой-то высоты. В Англии очень хорошо дело обстояло с водопроводом, потому что в 1770 году три раза в неделю из Темзы вода подавалась по трубам в дома жителей. То есть, это вот 18-й в принципе век, 18-го века, уже... Три раза в неделю, да? Можно было подогревать эту воду. Там был особый резервуар, куда опускали дрова, и вода уже приходила в комнаты тёплая. Однако уже появление холодной и горячей воды по отдельности, это уже принёс 20-й век. А вот банные и ванные. Наиболее древние ванные комнаты, они обнаружены при раскопу города Махенджадара. Это третье-второе тысячелетие нашей эры, на территории Пакистана, к сожалению, до нашей эры. А на территории Пакистана, это вот территория индийской культуры. Ну, возможно, да. Раньше ведь и Пакистан, и то, что сейчас называется Соединённые Штаты Индии, это было одно государство, это была, так сказать, колония Британской империи, которая расставаясь, разбила их не очень аккуратно на две части. Мало того, что в этом городе, даже в самом-самом небогатом, были отдельные комнаты для омовения, где зачастую стояли ванны, и отдельные комнаты, туалетные комнаты, где все нечистоты, они по трубам, по совершенно конвенционной системе, они уходили в какие-то такие места. То есть в Махенджадара санузел был раздельный, да? А вот у нас, значит, когда боролись за квадратные метры при Хрущёве, сделали, значит, совместный санузел, да, вот сумели сделать. И вот на эту тему, так сказать, Райкин, Аркадий Райкин шутил так, что вот, как он говорил, краксворд, промблема, как вот совместить водопровод и канализацию. Вот краксворд, промблема. Ну вот в старое время в европейских городах водопровод и канализация были, так сказать, совмещены, да, так сказать, де-факто. Из одной и той же реки и пили, и туда все и сливали, да? Примерно в тех же местах в Индии найдены ванны, которые изготовлены 5000 лет назад. И где-то в целебных книгах разнообразных священных говорится о необходимости принятия ванн, обязательно, так как целебен очень поток воды, и кожу освобождает от разнообразных нехороших духов. На острове Крит найдены первые керамические ванны, одни из первых, которые, ну, 2500 лет, они очень сильно напоминают современные нам ванны, вот, то есть такие, имеющие анатомическую форму. В Трое существовали специальные залы для омовения. В Трое, да? Да, разрушившиеся города, вот, как бы, троянского типа, которые контролировали реки, как бы, проливы, да. Морские пути. Они позаимствовали ванны троянские, троянские бани, которые, в принципе, конечно, у греков так не возродились, ну, хотя там тело и дух они освобождали от каких-то вот нехороших вещей. А вот в Риме бани достигли своего расцвета. Как проходила обычный день в бане человека? То есть человек приходил в бане, сдавал своему одежду банщику, потом шел, какие-то у него были паровые процедуры, массаж, потом он занимался спортом, а потом скрипком с него что-то счищали, вот, какие-то вещи, он принимал ванну, после этого мы опять делали массаж, что он мог идти отдыхать, читать книги, музицировать, общаться. Почему так? Бани, получается, это был клуб по интересам. Бани достигли огромных размеров в Риме. Это, ну, знаменитый Лакаон, например, вот эта статуя, она стояла именно в бане. То есть бани были сокровищной цивилизацией. Во-первых, плебеи, люди бедные могли ходить в баню. В бане вход стоил очень недорого, а в некоторых банях государственные, которые были очень богатые, были вход вообще бесплатный. И в Риме вот люди ходили и в банях проводили целые дни. Были женские бани, были мужские. Детей в банях всегда мыли бесплатно, что очень показательно. То есть детей плату не брали. И, то есть в бане человек как бы был равным с другим, потому что, ну, там у него была какая-то вот только вот простыня такая была. И бани, это вот были такие клубы по интересам. Общественные бани. Они украшались золотом, драгоценными камнями, породами мрамора, шикарными, там, потрясающими. Кстати, вот я вот на эту тему хотел бы чуть-чуть о химии всего этого дела сказать. Вот вы сейчас рассказывали, а я-то заметил, что вы ничего не упоминали про моющие средства. Не упоминали вы их потому, что в ту пору их не было. То есть люди мылись водой. На самом деле вода как моющие средства очень даже хорошая вещь, потому что молекулы воды, они, так сказать, полярные. И частички грязи, инородные всякие вот элементы, которые на нашей коже находят жир. Но он не народный, он наш собственный, да, через потовых или жировых желез вышел. Он их охватывает, да, это растворяет. Получается такой вот шуба из полярных молекул воды положительный. Ну вот понятно, да. Вот просто у мыла это больше развито. У мыла более такая вот в этом отношении хорошо работающая система. То есть водой мыться тоже, одной водой тоже можно. И вот сейчас так говорят, вот прими ванну, сними, что там, так раньше говорили, сними. И это, говорит, у человека накапливается статическое электричество, и вот надо обязательно его снимать. Как вот ванну принять? А нельзя принять ванну, значит, надо медной проволокой за ногу привязать себя, значит, к водопроволоке, к этой самой, к отопительной трубе. Но только трубу надо обязательно зачистить, чтобы контакт был медной проволоки. Люди же знают закону. Но вот ванна действительно, вот как-то вот, такое вот плавание, омовение очень здорово помогает. И, кстати, вот это вот отсутствие мыла, моющих средств, оно очень затягивало всю эту процедуру. Конечно, с моющими средствами, мылом, шампунем, там, всякими другими, всякими вещами. Там была зола и благовоние. Ну, это да, но римляне этого не использовали. Римляне, правда, благовоние использовали. Когда они спортом занимались, они натирались маслом, ну, чтобы борцам труднее было друг другу хватить. И вот потом это масло-то соскаблили, смыть-то его нечем. Его соскаблили как раз скребками. Очень важно заметить, что вот и слово меценат, оно появилось именно из бани. Богатый человек по имени меценат, он сделал в городе самые шикарные бани. А вот, например, при императоре Трояне появились отдельные женские бани. Потому что раньше женщины либо ходили в одну баню с мужчинами, у них был один общий бассейн, либо выделялись специальные женские дни в банях, что очень важно. Насчитывалось время около где-то 900 общественных или 900 частных бани. Представляете, какое огромное количество людей, желающих помыться было в Риме. То есть там жило несколько миллионов, там, по-моему, 1 миллион 365 тысяч человек на то время не жило в Риме. И сколько бань-то было на 1 миллион 365 тысяч? 1800. 1800. Прилично, прилично. Ну да. Там еще язык никак не удерживается за зубами, не могу молчать. И, значит, был такой император Каракала, такой грубый солдат, такой, говорят, с курчавыми волосами. Так вот он построил знаменитые бани, или как-то называли, так сказать, термы Каракалы. Термы Каракалы, они до сих пор в Риме стоят. Это такие, значит, остался их, так сказать, бетонный корпус, или, как сказать, бетонные стены. Тогда римляне все из бетона строили, и все облицовывали. Что-то типа, так сказать, монолитного домостроения была идея такая. Ну да, в принципе. Да, кстати говоря, вот у нас есть некоторые технические устройства, я немножко перебью, давайте их посмотрим. Вот всякая старинная, так сказать, сантехника, можно сказать, да? Это вот в бачок для воды заливают, значит, воду из ушата, да? Да, видите, вот из этого бачка, значит, подается вода по мере необходимости куда-то там вниз. То ли это что-то типа водопроводной системы, вот такая вот распределительная система. Это вот те самые времена, когда в Темзе, из Темзы вода несколько раз в неделю подавалась в дома, и надо было где-то вот запасать. В таких бачках ее и запасали. Кстати, такой только большой, только грандиозный бачок существовал на чердаке Зимнего дворца. И вот во время пожара Зимнего дворца, пожар закончился тогда, когда, наконец, этот, так сказать, бачок с замерзшей водой прогорел. И вода, значит, ливанула вниз на Зимний дворец и окончательно залила этот пожар. Вот когда он, значит, пламя разрушил этот бак с водой, тогда это пожар и прекратилось, кстати говоря. Вот, это вот чьи-то там бани старинные. Термы. Мне хотелось бы сказать о термах. 15 роскошнейших общественных бань были сооружены императорами. Последняя была Константином в 310 году нашей эры сооружена. И, например, в термы Веспенциана включали в себя 100 помещений. В термах Диактеля находилось 3000 алебастровых ванн и бассейн величины с городской площадью, библиотека и сады. И термы Каракала могли вместить в себя 2300 человек. Вот так вот. Причем, значит, видите, библиотека была не лишняя в этой бане, да? Вот так вот. И ванны из алебастров, это не значит ванны из гипса, да? У нас сейчас такой есть технический термин. Гипс, алебастр, это одно и то же называют. Вот тогдашний алебастр, это некая кристаллическая порода, достаточно мягкая, из которой можно было вырабатывать предметы. Вазы, вот и ванны. То есть из целого куска этого алебастра вырабатывается. Он белый, кстати, легко окрашивается, пропитываясь краской. Сейчас из алебастр иногда шкатулки делают. Да, так вообще алебастровые изделия в изобилии можно посмотреть в экспозициях, так сказать, египетских древностей. Ну, вернемся. А это, кстати, вот это вот ванные комнаты у критян, да? У жителей Крита, той самой критомикенской цивилизации. Видите, там вот отделано дельфинчиками. Что-то похожее. Вот вы посмотрите, сколько тысяч лет прошло? Тысяча три, наверное, или четыре, пять тысяч лет прошло. А мотивы до сих пор вот что-то похожее, какое-нибудь на коврике для ванны можно найти. Или панно для ванны на стену, которое, значит, собирается из плиток. Вернемся к термам. Термы работали круглосуточно, все расходы брали на себя правители. И также они были еще замечательны тем, что сами императоры посещали вот эти вот места, бани, что очень импонировало вот как бы плебсу, плебеям. Однако все это, пожалуй, относится к городам. В деревне же бани скорее напоминали, то есть около реки как-то огораживали, какие-то камни вот туда клали, раскаленные, на которых воду лили. Вообще элемент паровой бани встречался и у народов кочевых, кроме монголов. Монголы не мылись, считая, что это, в общем, очень опасно тревожит священный покой. Вот, и одежда на них и сливала, и спадала сама. Представляете, как было здорово. В средние века, которые называются темными, они были не такими темными, потому что в Европе сохранялись бани. Бани были иногда общими, мужскими и женскими, отдельными. Однако, к сожалению, из-за распространения эпидемии сифилиса в Европе, эти бани были закрыты и прозваны местами разврата. Однако в то время в Византии и в Турции процветают потрясающие бани, турецкие бани. Это, пожалуй, шедевр вообще искусства, банного искусства. Это именно турецкие бани. Там по-особому мыли людей, по-особому парили. Даже самый такой ревнивый турок спокойно отпускал свою жену в баню. То есть для женщины это был такой целый поход, как в театр. То есть она одевала самые лучшие украшения, одежду, беседовала с подружками, они пили чай. Ну и иногда даже в банях устраивались встречи с своими возлюбленными, которые, несмотря на такую, с одной стороны, мусульманскую сдержанность, восточную сдержанность, такая как бы двойстость определенная все равно была в восточной культуре. И бани в Европе как таковая умерла. Это, кстати говоря, та самая, так сказать, турецкая баня, да? Вот она есть. А это вот Европа, вот тот самый рассадник разврата. Тут всякие тут и моются напротив друг друга, сидят, сидят. Это значит, что в ваннах отмокают и заодно принимают кушанье. У них вот тут, значит, стол. Значит, видите, как здорово придумано, да? За столом, в ваннах, да, вот он, очаг. Вот так вот. Но это скорее, наверное, такая европейская игра возбужденного ума, да? Возбужденного такого. Да, вот они, какие-то бассейны общие. Такие, такие картинки, я думаю, украшали стены, значит, столовых, кухонь там, я не знаю, у европейцев. Ну, как такое вот развлекательно-завлекательное, да, вот эти. Источник вечной молодости. Но, тем не менее, а это вот называется Дюрер, его гравюра «Мужская баня», да? Но тут изображено не как некая бытовая зарисовка, а ему, значит, видимо, хотелось изобразить такие красивые мужские торсы, да? Вот такую он художественную задачу себе ставил. Кстати, вот, значит, вот здесь вот уже более современная история-то, да? Да. К сожалению, в Европе культура бани, культура мытья умерла. Модники только белили зубы, умывались не всегда. Да, как-то плескали вот только вот эту вот часть лица, то есть уши не мыли. Если был какой-то очень шикарный выход, мыли шею под большого декольте. Волосы мыли раз, ну, это 4 раза в год, а так предпочитали делать определенную... Это женщины мыли 4 раза в год, а мужчины вообще могли голову не мыть. Женщины сыпали на себя миндальную стружку и потом очень долго вычесывали, волосы таким образом очищались. Вообще мытье волос было тогда очень тяжело, потому что парики делались из пудры, все чесалось, такие элегантные, такие тонкие палочки с ладошками, где можно было почесывать под париком. Также специальные вошесобирательницы были, которые собирали в шее. Вообще такая красивая, да? Ловушки. Ловушки, да, от которых вот так вот пахло грязными волосами. Мне представляется, конечно, с ужасом, эти вот версальские и такие красивые вещи. Между прочим, когда вот эти вот европейские обычаи стали при Петре Первом проникать в наш вот быт, стали устраиваться ассамблеи, положено было на ассамблеи в париках, в европейском платье являться, вот, то эти все ассамблеи первое, по крайней мере, время предпочитали проводить на открытом воздухе, даже зимой. Представляете, вот зима, дама с открытыми плечами в париках, ну, холодно, да что это вдруг зимой-то на улице. А дело было в том, что парики эти, значит, чем, значит, посыпались они мукой, по-моему, да? И второй элемент, это была, так сказать, помада. Парик должен быть напомаженным, чтобы волосок к волоску. Это сейчас там всякие лаки для волос, а тогда это была, так сказать, помада, сделанная на основе жиров животного происхождения, скажем так. Вот, и все эти, ну, протухали они, короче, то есть парики ужасно воняли. Поэтому русские, привыкшие, в общем-то, к бане, к банным процедурам, не привыкшие к таким запахам, ассамблеи делали в улице. Вот, кстати, русские первые бани появились уже в IX веке в России, а первая баня была открыта общественной в Переславле в 1089 году, то есть вот когда у нас уже были первые бани. И вообще культура бани обязательно раз в неделю ходили мыться, кроме больших праздников и воскресенья. То есть не помыться в субботу считалось грехом. Баня была как бы, помимо печи, была центром мироздания. То есть как бы там и гадали, и хранили, и там ходили в баню, и колдовали, и детей там рожали. То есть как бы вот бани, в принципе, в русском понятии, это считалось как бы, ну, таким хорошим местом. И поэтому, когда иностранцы приезжали, для них-то было дикость, что русские ходят в баню. Вообще появляются общественные бани, такие как сандуновские бани, там какие-то элементы турецких бани появляются. В Европе же этого ничего не было. То есть в Европе этого не было. Наши вот все эти графы, цари, они все ходили в баню. То есть все они ходили в баню, там специально у царя была кровать в баню, где он мог отдохнуть, такими склеенчатыми подушками. То есть как бы у нас не было вот такой поповальной грязноты все-таки человеческой. Ну, мы азиаты, мы в баню ходим. А в Европе раз в 37 лет мылся крестьянин, если на 37 лет доживало, потому что он мог не дожить. А что, у них было такое вот, как в 37 лет, как Пушкин, так мы все-таки? Средний возраст, то есть раз в 37 лет он, молодцы, говорит, крестьянин. А в ванной считались таким крайним следством лечения. У одной русской княгини, которая жила за границей долгое время и усвоила вот те вот такие вот европейские порядки, она рассказывает, что у ее лучшую знакомую заболела дочь и смертельно заболела. Врач перепробовал все и сказал, ну все, пусть она примет в ванну. Ну, графиня упала на колени, кричала и плакала, а что такое? Все, в ванной сейчас крайним следствием вот умирающим. Дочка сказала, что достаточно приятно полежать в теплой водичке. То есть в ванне никогда никто не мылся. В ванной считается как такой богатой прихотью. Принимаясь в ванной из бульона, из настоев. Наполеон только там протирался одеколоном. Людовик XIV только руки мыл одеколоном. Ну, конечно. Ну, в фильме «Батерлоу» там, значит, Наполеон принимает ванну. Это такое большое, как бы я сказал так подумал, из-за цинкованного железа большое корыто. Вот мне так представлялось оно, когда я смотрел этот фильм. И он лежит в этой ванне так как-то аккуратно. И сверху накрыт еще, так сказать, простынкой. Вообще в ту пору-то ванны-то уже были. Помните смерть Марата? Марат, который был, извините за подробность, так сказать, шелудивый. Он не мог как-то работать, вот, все чесалось у него там. И он, значит, обычно работал в ванне. Там он писал. У Марата был дерматоз. Он не был шелудивый. Он просто был дерматоз. Болезнь. Ну, по-русски это называют шелудивость. Болезнь такая. И вот именно из России и Азии в Европу наконец-то приходят элементы банной культуры. И европейцев долго убеждали, что надо мыться впло до начала XX века. То есть вот это у них очень большая проблема, у европейцев. Если американцы не очень любят там намываться несколько раз в день, то в разнообразных других странах дезодоранты, дезодоранты, дезодоранты моются очень редко. Ну, вот, простите, перешмя Европы, я не рискну, так сказать, что прям там не моются. Ну, это вы преувеличиваете. Ну, вообще, у меня такая маленькая загадка есть. Я вот знаю, значит, из нашей русской литературы, что в Европе народ не моется. Однако, вот вы видели игривые картинки с изображением бани. Что это было? Игривые картинки или что? Вот давайте мы разные картинки про европейские обыкновения поглядим. Ну, во-первых, вот здесь чья-то ванна, чуть ли не ванна Наполеона. Да, вот в одном из его помещений, да, вот там вот в глубине, в нише ванна. То есть Наполеон ванну принимал. Очень редко. Это известная фигура Дианы де Пуатье, по-моему, так она зовется. Она тоже изображена во время приема банной процедуры, чтобы показать красоту ее, значит, тела. Это фаворитка короля. В бане, поэтому она стала называться развратом. Да, ну, тут-то просто как к поводу вот это вот взяли, да. Вот, для повода. Ну, опять тоже игривые сцены с купанием. Так же, как видите, это не смертельно больной купальщицу провожают в служанке. Какую-то, значит, даму красивую. Вот она в ванну собирается принимать. Мы не сразу год вообще так вот перед Пасхой, перед Большим Пасхом. Ну, возможно, возможно, возможно. Возможно. А это вот утром она встала, одевают ее, но что-то насчет мытья ничего не заметно, да. Такое европейское все это. Вот, чем мы. А вот, да, вот это, да, это в тазике, да. Вот нам это очень чудно. И, кстати говоря, когда европейцы попадают в Россию, причем не какой-то древний европейец, да, 19-й век, а это 20-й век. Я вот вам расскажу. Я в воспоминаниях высоких, высокопоставленных европейских персон вот два нашел местечка любопытных. Одно это уже относится к временам позднего Брежнева, Валерий Жискар де Стен. Он прибыл в Москву, ему отвели резиденцию в Кремле, и вот он, значит, когда, значит, описывает в своих воспоминаниях этой резиденции, ему сразу вот бросилось в глаза и удивило, что на окнах нет, так сказать, ставень, да. Нет вот этих самых жалюзи, которые вот такие железные опускались, да. Вот его это удивило. А когда в Москву во время Второй мировой войны для переговоров прибыл Уинстон Черчилль, он об этом пишет в своей книге про Вторую мировую войну, он посвятил этому целую страницу, он рассказывает о умывальнике, который был в его, значит, апартаментах, что ему отвели. И вот, говорит, очень удивительно, что у умывальника не было пробки. Значит, он, как настоящий англичанин, привык мыться с пробкой. Наливает вот в раковину воду. И у грязной водички потом плечи сомывается. А тут пробки нет. Вот он, значит, долго дописывает, говорит, вообще-то говоря, это даже удобно. Если много воды, то, в общем-то, можно так мыться, да. Говорит Черчилль. Вот он целую страницу, умный человек. Вот его это поразило. Ну, нечто другое, нечто новое. Кстати, как-то проводили исследования в Америке, значит, спрашивали иностранцев, которые, значит, ну, туристов, что приезжают в Америку, что вас больше всего в Америке удивило. Ну, они думали, небоскребы, там, вот, скоростные дороги, там, мало чего. Ну, что, небоскребы, что ли, не видели европейцы у себя в Европе? С красных дорог. С красных дорог не видели. А вот что их удивило, их удивило плавающее мыло. Оказывается, в Америке есть мыло, которое в ванне плавает. Оно вот не тонено, оно как-то вспенено, как так вот сделано, что оно плавало. А вот больше всего европейцы удивляют плавающую мыло, оказывается. Вот такие вот дела. А теперь мы коснемся сейчас очень краем такого очень тонкого предмета, как туалет. Вообще первый туалет, он в Пакистане был раскопан. У него где-то 5000 лет возраст этого туалета. И, в принципе, канализация была в Риме и Греции, в Европе уже канализации не было. И вот всю грязь они выливали через окно из горшка, либо просто находили какое-то место втихое, и там исправляли все свои дела. Самое ужасное, что в замках были туалеты, они были зачастую в таких комнатах, продуваемых сквозняком. И помимо того, что комната... И там была огромная невыгребаемая яма. Нет, вот я слышал, что очень было уязвимое место в защите замка, это вот как раз туалет. Он делался так, чтобы, значит, все это делалось туда, значит, в эту самую... Нет, это потом уже яма была, потом яму выкрепали. Не яма, а все сразу делалось в ров. И вот некоторые, значит, особо одаренные, значит, лазутчики через это отверстие замка проникают. Я не совсем вот так права, потому что иногда внутри замка все это попадало, и как-то у Фридриха Барбаросса, его гостей, Васылов проломился под гниж от постоянных испарений пол большого зала, и почти 150 человек попало, да-да, вот куда вы думаете. Там была огромная... Это еще Фридрих Барбаросса, это достаточно раннее Средневековье, да? И не все спасли, и оттуда пошло, кстати, Эртфурдское болото. Эртфурдское, да? Эртфурдское, да. Кстати говоря, Фридрих Барбаросс, это его именем назван был план нападения на Советский Союз немецкий в 1941 году, а Фридрих Барбаросс, это участник крестовых походов, он погиб при переправе, по-моему, вот через Турецкие проливы, как сейчас называется. Ну да, и... А может через какую-то реку. Ну вот вернемся. Это, кстати, один из самых древнейших туалетов, вот я чего задержу, покажу, показать его все пытаюсь. Покажите его. Один из самых древнейших общественных туалетов, вот. А это вот тоже вот само вот это вот место отхожее, общественный туалет, где-то, по-моему, в Пакистане, да, древний, раскопанный, тот самый Махенджедара. А это вот называется Клаака Максима, вот то, что вот, видите, там вот выходит такое вот отверстие, это вот подземный сток под Древним Римом он был. И этот, так сказать, Клааку Максима построили еще, так сказать, и Труцкий. Это еще в доримский период было построено очень важное место для осушения. Для осушения тамошних мест очень важного. В 1664 году комендантом Лувра был назначен новый человек, Томас Дюбуссон, и его основная задача была нарисовать на стенах в укромных закоулках красные кресты, чтобы люди не ходили там в туалет. Потому что в Лувре вплоть до 18 века можно было стать и такие зловонные кучки, то там, то здесь. И никого это, в принципе, так не смущало. Да, вот в Эрмитаже, представляете, то там, то здесь вот так вот. То там, то здесь. Да, это, конечно, должно шокировать людей. И в 18 столетии Гетте, когда приехал в Италию, он спросил, а где здесь у вас туалет, ему весь двор в вашем распоряжении. Сударь. Да, сударь. То есть, все-таки в Германии было более-то. Канализация все-таки стала развиваться, а вот в таких европейских странах канализации, к сожалению, не было. И вода, она зачастую смешивалась с нечистотами, поэтому такой большой рост эпидемических заболеваний. Ну, кстати говоря, до 19 века, в общем, до начала 20 века обычным элементом жилой комнаты это был, так сказать, ночной горшок. Вот, кстати, вот ночной горшок, вот в силу отсутствия канализации, вот его использовали. А изобретение унитаза, оно почему-то более позднее. Вот я пытался все-таки выяснить, кто же изобрел, претендентов очень много. Видимо, это было параллельно много раз изобретено. В 1599 году был первый унитаз изобретен, представленный Елизаветой Первой, Джон Харрингтон. Вот, это то есть вот когда Елизавета Английская Первая. Ну, там что-то и не так вот он пах сильно. Что-то он не работает, да? Ну, по крайней мере, вот я считал на полном серьезе, что в 19 веке петербургские ученые для флота изобрели, значит, унитаз. Вот она, дата изобретения унитаза представили, значит, ученые комиссии. Ну, это совершенно как бы разные такие вот вещи. Много разных систем. И, кстати говоря, это очень любопытная вещь, вот по непонятным причинам совершенно для меня. Значит, вот в издании Брагауза и Фрона есть очень большая статья, называется она «Отхожие места», в том, которое на бумаге, там очень любопытные конструкции древних унитазов, писсуаров. Они очень там, так сказать, богатые были, да? Вот не всегда в них, оказывается, использовался, так сказать, сифон для того, чтобы бороться с запахом. Использовался, например, слой масла. Вот слой масла сверху плавает воды, и все, что там уходит под маслом, в нем тонет, да? Масло легче воды, вот, например, такое там было. Так вот, для меня непонятно следующее, что в ту версию, которая, значит, распространяется на дисках, DVD-дисках, есть такая версия Брагауза и Фрона, туда почему-то статья про отхожие места скромно не вошла. Есть такие отхожие места, смотри, там какую-то статью другую, та статья тоже куда-то отсылает. И вот про древние унитазы и писсуары от Брагауза и Фрона можно читать только в самом Брагаузе и Фроне. Вот совершенно другой туалет был в Китае и Японии, там, где, вот, как бы, там совершенно не такая была, как бы, конструкция, как у нас, этих туалетов была. Там зачастую были такие ящики с углем или хвоей. А, здорово, здорово. Чтобы не пахло. А сейчас вот эта унитазная промышленность в Японии достигла такой высоты, что унитаз может с вами разговаривать, температуру воды, фен в унитазе, унитаз с подогревом. Он вам заодно сообщит и сводку погоды и новости, плюс сделает анализы и отошлёт их на e-mail к вашему врачу и что-нибудь там ещё скажет. Ну, вообще, конечно, сводка погоды, это, наверное, всё-таки радио, которое там находится в туалете. Ну, всё в одном унитазе. А, всё это с унитазом блокируется, да? Унитаз с дистанционным управлением, там разнообразные звуки может издавать унитаз, когда, там, для благозвучия какие-нибудь там пения птиц и прочее. Ну, вот такие вот вещи. Такие вот вещи, да? Вот давайте конструкцию унитазов, может, посмотрим, да? Это вот, кстати говоря, даже и не унитаз, это что-то в древнем, значит, стена убрана, да? А вот эти вот высовывающие соседи, это, значит, они его не видят, да? Там вот стена кирпичная есть. Нет, нет, это провалился он, туалет был наверху, и вниз там была вот такая вот выгребная яма, да? А, да, он провалился, оказывается, в выгребную яму, понятно. Ну, это, понятно, не очень симпатичные места, средневековый горшок, туалет, засорившийся, простите, унитаз. Так, а это вот в Бомбее, да, это не Бомбее, это Индия, Индия. А это Калькутта. Калькутта, да, это вот такие вот чудные места. А это вот унитаз, очень такое симпатичное произведение искусства, по-моему, 19 век, да, вот, так сказать, викторианская Англия. Ну, да. Вот это какая-то такая вот информационно-рекламная картинка. Вот, это вот тоже такая вот стародавняя конструкция, видите, сложная, да? Теперешняя конструкция, это даже революционная, я бы сказал, правда? Да, У-образный сток, чтобы не было запаха. А я даже тут не представляю, как эта система могла нормально функционировать. Выточный инструмент, вообще, честно говоря, у нас нет такой. Ну, да, ну, это старинный, старинный чего-то, да. А это вот современный такой вот под старину сделанный туалет, да? Любуйтесь, наслаждайтесь жизнью. Такие вот дела. Вот, завершаем мы вашу передачу. Хотим сказать, да, что туалет – это такая же основа цивилизации, которую можно изучать. Существует целый институт, который занимается проблемой изучения, ну, таких вот цивилизаций туалета. Ну, так что туалеты, в это право граждане, это очень важно. Фильм был такой, назывался он «Старый Новый год», там, значит, персонаж Калягина, он, значит, работал по совершенствованию биологических систем, так-так говорилось. Вот раньше же этим никто не занимался, ну, такой вот персонаж. Потом только выясняется, что это, значит, он разработчик унитазов. Правда, в разработке так не показали, он, значит, своим гостям показывал чертежи, все так задумчиво на них смотрели, как на какие-то такие картины замечательные, проекты вот таких вот унитазов замечательных. Вот так вот. Спасибо вам за внимание. До свидания. До свидания.